Точно так же, как вот черкесского князя в бою было нельзя отличить от обычного воина черкесского, то есть по одежде не особо было различие, так и казачьих офицеров нельзя было распознать среди своих подчиненных часто. То есть своих орденов и медалей, ну правда вот для знака отличия военного ордена, который больше известен как Георгиевский крест, делалось исключение. Это была очень престижная награда, которую казаки носили на своих даже повседневных ордонных черкесках. Но как правило, вот все-таки своих орденов и медалей на кордонных черкесках ни офицеры, ни рядовые казаки не носили. Раз. Никто из казаков не носил погонов, как вот на этих официальных рисунках, никто никогда этим не заморачивался, погонов не носили. А казачьи офицеры, соответственно, не носили присвоенных им вот этих вот серебряных, этих вот и палет, вот таких вот. Это все для парадов, это все лежит в сундуках. Высокое начальство регулярно, кстати, проявляло недовольство по этому поводу. То есть какой-нибудь инспекторский смотр и вот этот вот разнобой регулярный. Ну, начальство начинало возмущаться. Так, например, в 1827 году командующий войсками на Кавказской линии в Черноморье Астраханской губернии генерал Еммануэль Георгий Арсеньевич, выходец из Черногорцев, с неудовлетворением отметил, что у казачьих офицеров без ипполет и наград нет никакой между ними зависти к заслугам других. То есть вот даже так вот как-то нашел такой вот аспект, да. Но со временем, правда, голос разума возобладал, все прекрасно понимали, что блестеть ипполетами, погонами и всем остальным в бою не надо. В расходах блестить офицера. Поэтому казачьим офицерам ипполета во время действий против неприятеля было дозволено не носить, вот, чтобы не подвергаться лишней опасности вот от черкесских выстрелов, да. Ну, в принципе, это нормально, как сейчас в армии тоже все ушло, все эти кокарды, все петлицы, все абсолютно отменено в полевой форме. И офицера действительно трудно выделить из толпы обычных солдат. Это нормально, это суровая боевая специфика. Поэтому, когда, например, смотришь на недавно поставленный памятник сотнику Андрею Гречишкину в станице Тбилисской, немножко, конечно, берет оторопь. Потому что вот с точки зрения исторической достоверности вот этот памятник, это, ну, скажем так, 20 век, казак времен гражданской войны, Первой мировой войны, там, строевого кубанского казачьего войска в первое десятилетие 20 века. То есть, это вот неверный, неправильный внешний вид, как изобразили сотника Андрея Гречишкина, который погиб со своей сотней в 1829 году. Может, специалисты не нанимали. Ну, может, специалисты не нанимали, может, не тот специалист оказался. Я не буду сейчас даваться подробностей, но стоит посмотреть на памятник, чтобы понять, что на голове у него папаха. Это образец 20 века, с заломом эта папаха, еще чуть-чуть и она в кубанку вообще превратится. Дальше. У него на ногах сапоги, причем такие, знаете, армейские, русские, с твердой подошвой и каблуком, что не носилось на Кавказе никогда. Сам покрой черкесский, количество вот этих газырей. И самое главное, погоны у офицера. Ладно, пусть будут ипполеты, но опять же, как мы только что выяснили, никаких погонов, никаких ипполет не должно быть на этом памятнике. Ну, то есть, очередной исторический ляп. Понятно. Теперь дорогостоящий, который теперь будет стоять десятилетия и убеждать людей, что вот так оно и было. Ну, не будем, как бы, чего греха таить, что в черкесской среде, что в казаче сейчас мифотворчество преобладает над реальной историей, к сожалению. Ну, и история Гречишкина, там, не такая уж назначенная тоже. Как-нибудь, может быть, расскажем про этот бой. Упоминали, да. Да. Ну, ладно, идем дальше, говорим о нюансах внешности. Такое же неприятное для начальства, но очень кавказской особенностью внешнего вида ленинных казаков было массовое ношение оборот. Это мы уже, как бы, выяснили. Причем, что вот там упоминалось, что они бород должны брить, а волосы должны коротко стричь. Вот тут интересный нюанс. Да, то есть бороды носить продолжали, а на тему короткой стрижки тут особых проблем не было. Потому что, как правило, и без царского указа на голове у казаков линейных была очень короткая стрижка или даже часто на лысом. Ну, по возможности, может, конечно, у них не было там вот этих вот бритвенных там серьезных принадлежностей. То есть часто коротко корнали, вот с какими-нибудь там огрехами. Но, тем не менее, очень короткая стрижка или иногда бритая, лысая голова. Да. То есть это тоже интересный факт. Гигиена большая, да, не остается. Ну, и гигиена тоже, но сейчас немножко об этом скажем, хотя вот еще чуть-чуть про бороду. Итак, старообъяческие бороды линейных казаков. Да. Вот как они объясняли свою позицию, что не по уставу. Ну, потому что они говорили примерно фразами, а то мать проклянет, да и жена не признает. То есть не узнает, когда я домой появлюсь. Да, или, например, такие шутки у них были, что в бороде честь, а усы у таракана есть. Ну, то есть усы это ни о чем. Да. Поэтому они отращивали свои старообрядческие тире кавказские бороды аж до пояса. И причем, что интересно, иногда и по кавказской моде хной их красили в рыжий цвет. А что касается бритя головы наголо, то это как бы вот на это, на полное погружение в черкесский вид. То есть лысый как горец, вот с такой бородищей, да еще и рыжий, да. Шли, как правило, казаки-разведчики. То есть по выражению казачьего офицера Аполлона Шпаковского, линейные пластуны. Которые по роду своей службы, проводившие много времени в землях там враждебных немирных черкесов, они там должны были полностью раствориться в местной среде. Поэтому вот как раз это они и знали много как бы всяких диалектов горских наречий. И красили свои бороды хной в ярко-рыжий цвет. Ну, это как бы понятно. То есть на то он и разведчик. Кстати, что интересно. Вот да, если сравнивать процент крашеных бород, да, конечно, в Дагестане, в Чечне рыжебородах было больше. Но не стоит отрицать, как некоторые современные адыги делают, что этот обычай у них вообще не был распространен. Факты имели место быть. Да, сто процентов обычай красить хной в городу у черкесов тоже был. Может быть в меньшей степени, но был. Это мода такая, да? Ну, может быть, да. Вот, ладно, все-таки про стрижку у линейцев. Итак, подавляющее количество носило короткую стрижку. И поэтому, как писал писатель Александр Бестужев-Марлинский, знаменитый декабрист, линейные казаки отличаются от горцев только небритой головой. Вот оно что. То есть получается, вот черкесы русской национальности один в один сто процентов, или там девяносто девять и девять десятых процентов. Нюансы были. То есть все-таки большинство линейных казаков наголу голову не брило по мусульманской традиции, а оставляло хоть какие-то, но короткие волосы были. Потому что именно по волосам на голове и можно было распознать своего линейного казака от чужака черкеса. Или как иногда говорили в русской армии на Кавказе, гололобого. Ну, то есть голый лоб, бритая голова, лысый. То есть если волосы есть, казак линейный. Если голова лысая, значит горец, немирной черкес. Ну, в бою, в сражении или еще где-то. Вот один из таких примеров на эту тему. Экспедиция в Чечне. 1852 год. Прошел бой. Значит, отряд понес потери, отступил. Часть убитых, раненых осталась на поле боя. И один раненый казак притворился мертвым. И лежал в снегу, пока чеченцы обирали трупы других убитых казаков. То есть ему повезло. Он лежал в снегу какое-то время, до прихода драгун. То есть когда уже обратно русский отряд начал наступать. И почувствовав, увидев, что вот идет помощь, подмога, он вскочил на ноги и бросился к своим. Побежал. Но драгуны, видя, что на них бежит какой-то чеченец, значит, они подняли ружье, все массово прицелились в него. Тогда он на бегу этот казак снимает папаху, чтобы показать, что у него на голове волосы. Что он не чеченец. Ну, драгуны ружье опустили. Тут же подняли ружье чеченцы, потому что не успел он опять надеть папаху, как чеченцы, увидев по волосам на голове, что это геор, что это неверный, что это русский, что это казак. Дали по нему залп. Он упал вовремя, и все пули прошли над ним. То есть, ему повезло, ни одна пуля не коснулась его, он выжил, добежал до своих, отдышался, отматерился. Фу, все, пронесло, повезло, но какой интересный нюанс. То есть, сперва его чуть не убили за то, что он показал, что все, я свой. Потом его чуть не убили чеченцы, что оказалось, что он все-таки не чеченец. История Call of Duty, игрухи делают про это. Войну можно туда такое. Да уж. И тогда вот еще такой нюанс важный. Надо все-таки делить еще разницу между линейцами кубанскими и терскими все-таки. Потому что степень погружения линейных казаков Терека, она была глубже. Хотя бы потому, что они минимум на пару веков дольше прожили на Кавказе. И поэтому все-таки на Кубане русскими черкесами на 100% вошли в это все. В основном только мужчины казаки. Что касается местных женщин-казачек, которые в отличие от терских, особенно гребенских, вот вспомните, гребенских казачек в их кавказских этих одеждах, в бешметиках, в поясах серебряных, застежками нагрудными, в головных уборах на кавказские манеры. Даже ношение этих шароваров женских, вот гребенские казачки, у них это все есть. То есть и бешметы, и манисты. То кубанские линейные казачки русскими черкешенками стать не успели. То есть здесь этот культурный процесс не пошел так. То есть если немного чуть-чуть подробнее говорить о линейных казачках Кубани и Терека, эта специфика ярко прослеживается, что русскими черкешенками кубанские линейные казачки не стали. То есть вот если мы посмотрим, например, на платье гребенской казачки вот здесь, то это типичный кавказский наряд. Вот это вот из музея, допустим, платье, это так называемый бешмет женский. И рукава, и разрез, и талия, и серебряный этот мощный пояс женской кавказки, и маниста очень солидная, и головной убор, накидка на голове. Это все Кавказ. Или же вот фотографии более свежие смотрим. Начало 20 века терских казаков, семья стоит, муж, жена и ребенка, девочку держит на руках. Опять же смотрим, маниста присутствует, пояс серебряный, кавказский и так далее. То есть даже в начале 20 века эта культурная специфика гребенских казачек была. Смотрим рисунки Григория Гагарина, хотя бы два из них. Ну вот то же самое. Гребенская казачка и тоже рисунок, изображающий отца семейства и его, насколько я помню, дочь. Да, узкая талия тоже очень престижная и распространенная на Кавказе. Ну то есть чего тут комментировать, и так все понятно. По этим рисункам, что действительно линейные казачки Керека, они полностью вошли вот в этот женский кавказский мир. Что же касается кубанских линейных казачек, тот же самый Василий Потта, в своем коротком очерке «Несколько дней на Кубани», в 1850-х годах написанный, писал так. Женщины одеваются в русское платье и носят головной платок по-русски. То есть здесь вот этой трансформации культурной не произошло. Почему? Ну наверное потому, что времени мало. То есть что такое гребенские и терские казаки? Минимум с 16-го века на Кавказе, то есть там 10 раз подряд это все заимствование могло произойти. Что такое кубанские линейцы? Конец 18-го, даже по сути начало 19-го века, то есть полвека, ну длительность Кавказской войны, все. То есть там пару веков, тут 50 лет. Нетрудно понять, почему вот этот процесс культурный до такой степени далеко не зашел на Кубани, как на дереве. Ну вот достаточно посмотреть, это фотография начала 20-го века, казачьи из станицы Должанской, Кольбик, ну по девичьей фамилии Щербины, Фекла Акимовна, 1891 года рождения. Кстати, какой прикольный у нее сын, Илья Андреевич Кольбик, родившийся в 1911 году, стоит на стуле, засунул, значит так, по-заправски, руку в карман, и отцовский кинжал. То есть сам казаченок вот с полкинжала рос там, да, то есть папин кинжал ему по пояс, улыбка у него какая классная, замечательная. Но что интересно, вот перед нами стоит в таком внешнем виде его мама, это уже городская одежда, то есть это даже уже и не традиционная одежда женская. То есть вот еще одна из причин, почему на Кубани в женской одежде не произошло того, о чем мы говорили про терек. Тут же начался капитализм, тут же началась урбанизация, тут же попер лишь городские моды, женский мир. А мы знаем, что женщины предательницы, они первые, кто сдают народный костюм часто. Вот, то есть что модно, то и красиво, то и актуально. Соответственно, вот эта парочка знаменитая, это не совсем народный костюм, это уже под воздействием городской моды трансформация произошла. Плюс вот эти вот полусапожки с каблуками, еще вот эти все элементы, ну достаточно посмотреть тихий дом. Вот там это видно, что это уже полугородская мода. Соответственно, вот это тоже воздействие города, урбанизации, капиталистических процессов повлияло на то, что кубанские линейные казачки, да и вообще кубанские казачки как таковые, черноморские тоже, вот под это не попали, как гребенские. Ну, хотя, если мы говорили о моде, ну, женскую упомянули, все-таки немножко вернемся к мужской горской, кавказской моде. Потому что, да, для линейных казаков горцы были законодателями во всем, не только в попахах, которые мы упоминали, да. Как уже было сказано, современники не раз отмечали абсолютное сходство и идентичность костюма и оружия линейных казаков и кавказских горцев, тех же самых черкесов. То есть, опять вот повторим одну из фраз. Казак и горец Кавказа имеют один и тот же костюм и одно и то же оружие. Но, более того, как офицеры, так и казаки переняли своеобразную такую манеру кавказского мужского щегольства, которую, кстати, многие не понимали, люди, которые, ну, попадали на Кавказ, что все предметы, их походного плагирования, одежды, ну, черкеска в первую очередь, произвольные по цвету и по крою, но в подражании горским джигитам, были потерты, изодраны, особенно рукава и полу-черкесские, небрежно зашиты разноцветными заплатками и зачастую даже просто грязными. Вот это многих вызывало культурный шок. Это что? Это как? Это круто, это престижно, это красиво и это модно, отвечали им в ответ на Кавказе. Почему? Ну, вот смотрим на рисунок Григория Гагарина, который изображает казака моздокского полка Чеботарева. Вот если бы я не сказал, что это казак моздокского полка Чеботарев, кто бы сказал, что это, ну, русский человек, да? То есть, это типичный линейный казак, но от горца очень неотличимый. Кстати, обратите внимание на его по-кавказски модную мужскую талию. Это же, помните, сколько раз было разговоров про маленький размер ноги и узкая талия для мужчин. Как ни странно, для мужчин. То есть, это считалось очень красиво и очень престижно. Вообще, кстати, среди черкесов, вообще, кавказцев полных, ну, с животом людей практически не было. Там даже 100 лекада, да? Да, диета вот эта вся, там сидишь на этой пасте каши, там действительно, ну, как-то не особо наберешь жиров. Ну, так вот, это казак линейного полка Чеботарев. Присмотримся к рисунку. Ну, что он? Бородой. Ну, молодой он. Борода присутствует в процессе. Вначале, кстати, что интересно, чеченские обычаи можно вспомнить. В то же время интересный факт вспомнился. Вот как у чеченцев была такая традиция, как определять взрослость человека. У чеченцев было так. Как только усы с бородой соединяются, взрослый, половозрелый, жениться может. Вот так вот. Так что, это молодой казак, молодой джигит. Посмотрим этот рисунок подробнее. Ну, что? Как будто на собачьей свадьбе побывал. Его драли и рвали там, вон, дырки, заплаты, прорехи. И так далее. Что это такое? Это что, бедность? Нет. Это не бедность. Это лихость, удальство и джигитство кавказское. То, о чем мы говорили в выпусках про оружие. Да. То есть, вот возьмем кусочек из романа Хамар-Дабанова, точнее, Екатерины Лачиновой, «Проделки на Кавказе». Длинные рукава, оборванные к концу, служили доказательством, что этот владелец, как бы этот горец, находясь в горячих боях, выпустил все газыри свои. А потом вынимал запасные заряды, и не имея чем обернуть пули, вот эти промасленные тряпочки, рвал, как водится, концы своих рукавов. Черкесская в некоторых местах была прострелена и не зачинена, не зашита. По черкесскому обычаю, там не кладут заплат, где пролетела пуля. Вот. Мы даже вот в тех выпусках этого, ну, как бы не брали так подробно. Да. А удары шашек обозначались узкими софьяновыми полосками, нашитыми в тех местах, где было прорублено. То есть, и эти, кстати, кожаные софьяновые полоски, они тоже были разноцветные. То есть, получается... То есть, выделяли это, да. Да. Вот шрамы украшают мужчину не только на теле, но и шрамы на одежде мужчины. Это тоже ему престиж и гордость. Вот такие же часто рваные, драные, вот с такими вот заплатами ходили линейные казаки. Доходило до нюансов таких вот смешных, когда один российский офицер пишет, что примерно так, что я в станице линейно идет, какой-то оборванец мне навстречу. Ну, кто это такой? Ну, я знал, у меня уже был глаз наметан, и я понял, что это офицер, и поэтому я встал во фрунт. Ну, в смысле, поприветствовал его. А так прошел какой-то оборванец. На самом деле, это линейный казачий офицер был. Но при таком оборванном почти никчинском платье, это тоже важно, полагалось иметь великолепное, богато украшенное оружие в серебре. То есть, я вкладываюсь не в одежду, я вкладываюсь в оружие. Ну, и тем более, что носили казаки такую одежду, как бы небрежно, но в то же время с особой щеголеватостью, одним известным образом, который дается не каждому, и который сразу бросается в глаза казаку или горцу. Вот даже сейчас часто это проявляют. Вот надеть на любого можно черкесскую. Но на ком-то она будет сидеть, как мешок на палке, а кто-то вот как будто и родился в Черкесске. Вот это что-то из этой серии. Все это приводило к тому, что по выражению декабриста Беляева, отличить казака от горца, не знающему, было трудно. Хотя знающие все же справлялись с этой задачей. То есть, вот как это висит, как там это чуть-чуть там завернут, этот пола, этот рука в Черкесске завернут, как тут чуть-чуть бешмет расстегнут, что-то надорвано. Вот искусственность или реальность этого просекали только местные. Что это настоящий горец, или это настоящий казак, или кто-то, ну как бы там, имитируют. Наметанный глаз даже. Да, да. Опишем, кстати, пару таких способов, как вот можно было понять, как бы, что это и кто это. Ну, причем понять как. Иногда это лучше было узнать на более дальнем расстоянии. Кто это, враждебный горец или это линейный казак. На близком расстоянии, когда это можно было увидеть, описал Федор Тарнау в своих воспоминаниях кавказского офицера. Вечерняя встреча в поле с конными людьми в мохнатых шапках, лица которых укутаны башлыками. Кстати, это одна из таких культурных традиций, что это так обреки ездили. Лицо свое скрывали, да. И у передового всадника ружье вынутое из чехла. Это редко предвещало добро, такая группа всадников, да. Сердце сжималось болезненно, когда в степи неожиданно появлялась шайка подобных ездоков. Рука судорожно ложилась на курок ружья или пистолета. И тоску, ну сейчас начнется, отводила только в счастливом случае, если удавалось разглядеть, у них более сапогов, чем человек. Значит казаки, а не чеченцы и не закуманцы. То есть получается, что я сказал, что в принципе ношение сапог в дурную погоду у казаков присутствовало. Естественно, не тяжелых солдатских, армейских сапог, а вот этих мягких, кавказских сапогов по колено, с ремешком, завязкой, с мягкой подошвой. Ну, кто в курсе, тот понимает, что такое кавказские мужские сапоги, да. И вот, значит, Тарнал говорит, если я вижу, что у кого-то из ссадников сапоги, я так облегченно вдыхал, говорю, фух, ну, свои казаки. То есть получается, вот та самая голова, то ли лысая, то ли с короткими волосами, то сапоги, вот на таких нюансах ловили разницу. Если дальнее расстояние, декабрист Беляев тот же самый писал, мы едем по, кстати, ехали из крепости Прочный окоп на Лабу, на строящуюся Лабинскую линию, на Махошевскую просеку. Изначально вообще Махошевское укрепление собирались делать центром Лабинской линии, да. И вот они по этой степи едут, за Кубанской степь, обширно, издалека видно, там какие-то всхолмления. И мы вдруг увидели вдалеке, что-то быстро несется против нас. По посещенной же местности мы не могли сначала рассмотреть, что это такое. Потом мы увидели человек шесть или восемь всадников в черкесских попахах с винтовками за спиной. И тут, признаюсь, мы как бы несколько сконфузились и приготовили свои ружья. Казак наш, конвойный, но их сопровождал, так же, как и мы, признав их за черкесов, но не знавшись, мирные это были, или хищники, немирные горцы, внезапно пустился в сторону от дороги на своем коне. Что мы подумали, что он убегает, струсил. Нет. Он на коне сделал полукружие и возвратился обратно к нам на дорогу. То есть, так вот, крутанул. След за этим манером мы увидели, что из той же партии отделился такой же один всадник и сделал точно так же на коне полукруг. И возвратился опять к своим. Тогда только наш казак растолковал нам, что это был условный сигнал между нашими и мирными черкесами. То есть, маяк, маяк, ну, маяк сделал, так называемый. То есть, ну, система познавательных знаков, короче, была придумана. Вот. Потому что, да, действительно, бывали такие неприятные случаи, потому что, ну, кто вообще, кто к незнающим относился, кто попадал в просаг в таких ситуациях. Это были обычные или местные крестьяне, или заезжие путешественники по Кавказу, которые часто принимали приближающихся казаков за враждебных черкесов. Вот по этому поводу немецкий путешественник Морец Вагнер писал в своих путевых записках, что линейцы носят черкесский костюм. Светло-коричневый кафтан с кожаным поясом вокруг талии и с цветными кармашками по обеим сторонам груди. Кстати, что значит цветными? Часто кожаными. Газыри в этих, часто были в кожаных гнездах, в софьяновых, ну, там обделывались, обшивались. То есть, почему? Ну, лишнее предохранение от влаги. То есть, кожаные. Вот. В которых помещаются патроны. Синие штаны и черкесскую меховую шапку. И поэтому, когда я только увидел, как по степи к нам скачивают линейные казаки, у меня возникла мысль, что это набег черкесов с целью грабежа. То есть, сейчас нас будут грабить. Когда этот немецкий путешественник впервые увидел линейных казаков. Что же касается крестьян-однодворцев, вот этих, ну, на Кавказе поселенных, то в 1828 году генерал Вильяминов приказал казакам линейным не приближаться близко к ним. Ближе, чем на полверсты не подъезжать к работающим в поле крестьянам. Почему? Потому что линейные казаки имеют одинаковую с горцами одежду. И крестьяне, не имея возможности различить неприятеля от казаков, то есть, они не знают вот этих мелких нюансов. Ну, и мирных, и покорных правительств иноверцев, то есть, мирные черкесы, вот из-за этого незнания они подвергаются горбежу и убийству. То есть, часто подпускают к себе враждебных горцев, думая, что, ну, это казаки или мирные, то есть, а вот раз, и вот так вот. сложно им было. Да, но все-таки тоже интересный факт, заметим, что у линейных казаков в процессе заимствования вот всего кавказского и всего черкесского, все же вот присутствовала такая вещь, как чувство меры. То есть, правда, это чувство меры не было у так называемых петербургских фазанов. То есть, это вот столичные офицеры, которые приезжали на Кавказ, на линию, за чинами, за наградами, за отличиями. По этому поводу офицер из среды черноморцев по фамилии Недбай или, ну, Недбаевский. Вот. Он оставил свои воспоминания, которые были опубликованы частично в журнале «Родная Кубань» в свое время. И он привел рассказ о том, как вот ему рассказывали, что вот эти вот петербургские фазаны были просто смешны в стремлении подражать и походить на черкесов, чеченцев и других кавказцев. То есть, они вот эти петербургские, как бы, аристократы приезжают на Кавказ и судорожно начинают себе закупать кавказскую одежду, носить черкесские, там, кинжалы каких-то таких вот нереальных размеров и так далее. Гибритрофированные. Да. Ну, условно, дагестанские кинжалы. Знаю, что в Дагестане часто кинжал вместо шашки использовался. Большинство таких петербургских фазанов носили обтрепанные рукава и полы черкесок. И даже специально сами их обтепывали. Ну, то есть, берем на дровосеке, там, топором, берем себе, рубим, там, лохмотья делаем себе, вот, рукава и полы черкесские. То есть, специально так делали. Не то, что со временем, так как там, да, нет, сразу. Потому что было шиком так показаться в Санкт-Петербурге в гостиных. Ну, любой этот человек местный понимал, что это какое-то актерство. Это какая-то, да, залипуха вместо настоящего воинского кавказского быта. Тем более, что новая черкесска никогда драной, рваной быть не может. Вот. А наиболее ретивые из этих петербургских фазанов шли дальше. Они даже снимали с убитых черкесов больных паршами. Сейчас скажем. Их папахи и носили, чтобы и себе привить парши и еще больше походить на черкеса. О как! Это как! Ну, тут, наверное, все просто. Сами вот, если в эту систему погрузимся, берем, например, себе бреем голову. Бритва опасная вот этой вот. Но без горячей воды, без мыла, а как? Ну, часто, видимо, даже на сухую. Когда трещит, когда больно, ну, куда деваться? Что получит голова? Раздражение, покраснение. Что после этого произойдет? Ну, покраснеет, пошелушится и начнется вот эта вот перхоть. Перхоть, парша и так далее. То есть, когда, как говорится, волос нет, а перхоть есть. Соответственно, вот эта вот штука на головах горцев видимо была такой спецификой культурной. Поэтому даже вот эти с убитых горцев папахи, эти петербургские фазаны на себя напяливали, чтобы свои петербургские в помаде и в этих всяких там косметических всяких вещах европейских головы побыстрее сделать вот такими. Ну, это, конечно, опять же, скажем, бред. Такой, это залепуха, как ты сам выразился, да? Вот. И, кстати, вот этот Недбаевский продолжает, что мой сослуживец Чиков говорил, что у них на линии, то есть, Недбаевский сам черноморец, этот Чиков с кубанской линии был, видимо, да, говорил, что мы сами над такими офицерами смеялись, издевались, потому что понимали, что это, ну, это вообще несерьезно, да? И поэтому, даже вот, когда хотели кого-то высмеять, кто уж очень подражал в походке или обуви черкесу, ну, то есть, ну, вообще там, как бы, пытался там до каких-то непонятных вещей дойти, то его, как бы, обзывали и стыдили, говорили так, что, ну, совсем бы был бы черкес, если бы еще и срал просом, да? Ну, учитывая, что пищевой рацион дыгов, да, то есть, как бы, то есть, такая жесткая, обидная шутка, но которая ставила все точки на «ты», то есть, кем бы ты ни притворялся, ты никогда не будешь ни настоящим черкесом, ни казаком линейным, то есть, это не твое, парень, успокойся, но кто-то не успокаивает. Да, мы только что говорили вот о каких-то, ну, и смешных, и в то же время для кого-то в чем-то и таких вот грубых моментах в этой системе заимствования кавказского культурного облика. Ну, ладно, это даже все можно было говорить раньше, что индивидуальные какие-то нюансы, что личностные, вот человек отдельно взятый, на нем так, на нем так, на нем так. А некоторые элементы вот этого заимствования кавказско-черкесского в среду казаков проникали уже, скажем так, в отношении каких-то коллективных символов. Например, флаги, точнее флажки, значки, вот эти вот знаменитые горские, кавказские. Вот, среди казачества линейного это, конечно же, тоже присутствовало. В частности, сотенные значки и личные значки казачьих командиров. Самых разных видов и цветов на Кавказе в казачьих полках встречались часто. Кстати, и в армейскую среду это тоже проникло, но в меньшей степени. Да, в принципе, многие кавказские генералы имели такой вот свой личный значок, который за ним возил их там нукер, оруженосец. Вот, ну, а в казачьих полках линейных это было достаточно массово. Прообразом этого было что? Различные черкесские значки, которые украшались тамгами, часто родовыми гербами, хотя встречались и другие варианты, часто просто вот сшивали из разноцветных полос импортной или местной материи, как, например, флаг шапсукского народа, так называемый, вот на фотографии, да, и вот ими пользовались в бою для тех же самых целей, как и это описывалось в отношении горцев, что с помощью этих флажков, значков регулировали продвижение войска, время походов и набегов, потому как знаменосец поднимал этот флаг или наклонял воины, ну, черкесские, в том числе и казаки, производили определенные действия. Так один из русских архивных источников отмечал, что во время сражения шапсугов с русскими войсками знаменосцы горские распущали свои знамена и наклоняли оон и к стороне преследующего их отряда, чем давали знать остановиться и броситься на отряд. То есть это немаловажная вещь была в тогдашней боевой системе. Соответственно, вот такие же значки-флаги присутствовали у линейных казаков. О них писал, например, Аполлон Шпаковский в своих записках старого казака. Он служил на Лобинской линии. Вот, например, сцена, что мы приближаемся к горскому отряду, к черкесскому скопищу, как тогда говорили, и мы увидели значительное скопище горцев с четырьмя значками, в числе которых развивался и мюридский значок Магомета Мина. Причем, что интересно, вот часто встречаешь такую фразу. Судя по тому, что над черкесским скопищем развивалось пять значков, их было пятьсот человек. То есть, сотня. Значок это как сотня. И в казачьих полках это были сотенные значки. То есть, сто человек, значок. Ну, плюс личные значки князей и предводителей. То есть, вот такая система. Вот, в частности, у начальника Лобинской линии Волкова был свой личный красный значок, по которому все знали, что вот это он едет, скачет или в бою он там присутствует. А для воинских подразделений отдельно тоже была придумана система. Вот, с учреждением этой Лобинской линии была сформирована на ней и особая команда пластунов из охотников. Но это не те черноморские пешие пластуны. Это другое. Линейные пластуны, они, в принципе, на конях-то передвигались часто, а не пешком. Но не факт. Короче, это команда разведчиков. То есть, на Лобинской линии примерно 100 человек эта команда составляла и для всяких спецопераций ее использовали. Так вот, у этой команды пластунов Лобинской линии был свой особенный значок. Черное полотнище с белой по краям письмой и с красной посередине адамовой головой. Ну, то есть, череп с костями, только красный. Похоже в чем-то на знаменитый значок донского там тоже был черное знамя с адамовой головой. Ну, правда, не красный. А здесь, значит, кто это скачет? Это Лобинские пластуны скачут. На ним развивается черное знамя с красным черепом и костями. То есть, вот такая штука. Ну, ладно. Все-таки рано или поздно война Кавказская закончилась. Бывшие враги помирились так или иначе. И что же было дальше? То есть, вот с этой системой русские черкесы, линейные казаки и так далее. Она не пропала. Она видоизменилась. Конечно, ушли в прошлые некоторые элементы, как рванность, драность, потертость. Это ушло. Но стиль подчеркеса, так называемый, это не я цитирую, стиль подчеркеса, он все так же оставался в среде кубанских казаков. Вспоминаю опять Федора Елисеева. 1913 год, он присутствует на одном из мероприятий, там смотр очередной, и вот он описывает, что это майские лагерные сборы кавказского отдела, вспомнил. Светло-серый черкесский кавказского сукна, дачка, с серой каракулевой папахи, одетый, как черкесский князь, скромно и стильно, с аккуратно подстриженной седой бородой из экипажа вышел генерал-лейтенант Косякин, второе после атамана Итак, что здесь у нас присутствует? Одетый, как черкесский князь, скромно и стильно, и причем самый главный элемент этого стиля подчеркеса это светло-серая черкесско-кавказского сукна. Да, правильно, практически вот и в 19-м веке, в 20-м самый распространенный цвет национальных черкесок, которые носили сами черкесы, это серая. Причем скромно, но сразу вспоминается, что князь горский никогда не хищился своей часто внешним своим каким-то респектом. Он часто одевался так же однообразно и скромно, как и рядовой горец. Другой пример этого стиля подчеркеса. Под надо быть еще стройным достаточно, чтобы быть джигитом. Он был очень стройный и стильно по-черкесски одет. На темно-серой дачковой черкесске, опять серый цвет, с черным бешметом серебряная тесьма. Ну, конечно же, серебряная тесьма преобладает в кавказском черкесском одежде, чем золотой голун это для женщин. Мужской это серебряный голун. Крупного черного каракуля укропея папаха чуть сдвинуто на бок для удали и щегольства. Понятно. На алом верхе папахи торчемя красовались офицерские голуны. Ну, это крест-накрест, вот это тут. Лицо тонкое, даже сухое. Прямой профиль смуглого лица. Темная бородка подстрижена, как у черкесов. В общем, все подражание его под черкеса. Значит, еще одна добавка. Опять второй раз упоминается бородка. Небольшая подстриженная бородка в особом стиле под черкеса. Вот, еще одно дополнение. Ну, и опять вот про этого подвесного Алферова. Маленький, сухой, щупленький, с тонкими правильными чертами лица, с темной бородкой, подстриженной под черкеса. Одевался также чисто по-черкесски, он и был похож на черкеса. Вот он о чем Михалыч. То есть, получается, мы начинаем понимать, что даже после Кавказской войны, даже вот 20-й век, Первая мировая война, вплоть до недавних каких-то совсем событий, среди кубанских казков было понятие, что нужно и можно одеваться под черкеса. Стиль под черкеса был. Ну, мы выяснили, что это светло-серая черкеска, бородка определенного типа, не очень кричащая цветовая гамма, ну, там, темный, черный, серый цвета. И желательно быть с прямой спиной и достаточно суховатым человеком, чтобы соответствовать этому стилю. Ну, вот, примерно так. Перед нами фотография кубанского казака, который на самом деле, ну, условно, это на самом деле не чистокровный черкес, это хзыр, он же Алексей Курманбийевич Акбаев, офицер кубанского казачьего войска из Карачаевцев. Но посмотрим на эту фотографию, все станет понятно, что на ней присутствует. И серая черкеска, и папаха такая, немножко, как бы, чутка на бачок, как-то так вот надетая. И, ну, и все, короче, вот, ну, одним словом, фотография все показывает. Вот это и тот самый типичный черкесский стиль кубанских казаков. Ну, тут его носитель сам тоже из кавказских горцев, но есть фотографии стопроцентно, когда изображены славяне, казаки, вот с таким же вот типажом внешним. Причем, иногда говорится смуглый, темненький и так далее. Ну, видимо, да, это присутствует. Достаточно вспомнить моих предков линейных казаков из станицы Кавказской. Бабушка у меня была, царство небесное, бабушка Поля из этой же категории. Легкая смугловатость в лице, она вот присутствовала у них. Да, да, факт. Кстати, опять же, вот, цитируем Елисеева. Это уже кусочек за 1918 год. И только, ну, фрагментик небольшой. И только один среди казаков из них был старый казак лет 35. Кстати, старый казак лет 35. Ну, возраст тогда воспринимался совсем по-другому, чем сейчас. С небольшой черной бородкой подстриженной по-азиатски. Ну, азиатский, точнее, как писал Елисеев. Опять же, вот эта бородка небольшая, черная, подстриженная. А вот как он описывал командира своего полка Мигузова, кстати, из терских казаков. Я впервые вижу его в серой черкеске. Она ему идет, и одет он стильно, как горец. Короче, все, все дело в серой черкесе. Высокая черного каракуля папаха, чуть на бочок. Опять на бочок. Вот. Или опять же, Елисеев про другого пишет. Офицер 1-го категородского полка дикой, среднего роста, изящный под черкеса и лицом и костюмом. Мать его черкешенка, и он отлично танцевал в полку лесгинку. Ну, тут понятно, раз мать черкешенка будет все вот так. Даже вот могу свои впечатления упомянуть. Значит, часто вот у нас есть вот в городе Армавире очень хороший такой популярный ансамбль «Легенда Кавказа». Вот. То есть, руководит им значит Олеся Тамазова по мужу Диванян. Вот. Очень хороший ансамбль, очень хороший коллектив. Все армавирские черкесы, армяне, кто только можно, кавказцы ходят к ней с большим удовольствием и дают своих детей. Вот одно время солировал один из главных танцоров, был молодой человек, ну, джигит, вот, как говорится, ну, в ашпе. Вот. И потом, через какое-то время у меня в ступор был, когда как-то вот они выступили и говорят там, представляют, говорят «Антон Ушаков». Ну, тут я, конечно, затроил, а потом быстро вспомнил все вот эти наши исторические корни и понял, что можно быть черкесом в душе, не будучи черкесом по крови. Он исполнял вещи и зал рукоплескал, и у меня ни секунды не было сомнений в голове, пока я не услышал «Антон Ушаков». Ну, так вот. Итак, то есть, немножко подведем итог. То есть, что такое внешность под черкеса? Это, значит, несколько раз упоминалось бородка, серая черкеска, ну, не кричащие тона цветовые, то есть, серо-черно в украшении серебряного галуна, определенная фигура, ну, там, сухость, стройность, смугловатость лица, вот. Ну, вот как-то так. То есть, кубанский казачий стиль под черкеса был, жил, присутствовал вплоть до недавнего времени. Правда, вопрос, а сейчас такое есть? Отвечу сам. Нету. И вот это, кстати, яркий пример того, что та казачья культура и эта казачья культура, вот что-то, вот все-таки различия присутствуют. Спасибо. 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 Спасибо.